Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что 10 глава Евангелия Теана начинается притчей, где Христос называет себя добрым пастырем. И когда люди эту притчу не уразумели, Христос ее разбил как бы на две части. Первая часть, Христос сказал, я есмь дверь, кто мною войдет, тот спасется. Не просто спасется, он этой дверью войдет, и когда выйдет, когда пройдет этой дверью, он найдет для себя утоление всех своих жизненных духовных потребностей и получит жизнь с избытком. Люди сегодня на земле мечутся, люди сегодня на земле ищут удовлетворение для своей души. Люди знают вроде бы, что такое счастье, но никак не могут овладеть им. Им кажется, что оно вот где-то рядом, вот близко, вот еще немного, вот это куплю, вот это у меня будет, вот это в моей жизни случится, вот этого я только достигну, или образование, или карьеры, или замуж выйти, или что-то приобрести, и будет счастье, а его оказывается нет. Почему? Потому что, дорогие друзья, чтобы обрести счастье, нужно прийти к доброму пастырю. Я постараюсь это в своей проповеди немного пояснить, то, что сказал Христос. Итак, первая часть, Христос сказал, я есмь дверь. Вторая часть, я есмь пастырь добрый. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 11 текст. В чем доброта пастыря? Мы сегодня уже слышали, сегодня про благость и доброту. В чем доброта пастыря? Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Когда пришел Христос на землю, Он пытался людям передать отношение Бога к человечеству, отношение Бога к людям. Он пытался людям раскрыть любовь, как Бог любит людей. Разными способами Христос пытался это объяснить. И вот здесь, в этой притче, Христос объясняет тоже, и Он говорит, я пастырь добрый. Какой добрый пастырь? Почему добрый пастырь? Пастырь добрый полагает душу свою за овец. Вы знаете, здесь есть некоторые оттенки в этом тексте священного писания. Это не значит, что если потребуется, то я душу свою положу. Если потребуется, я за вас вступлюсь. Если потребуется, я ваши проблемы решу. Нет, самое главное не в этом. Пастырь добрый пришел на эту землю положить. Он полагает душу свою. Он отдает душу свою за овец своих. Следующее в этой главе, будем читать 17 текст, Иоанна 10, 17. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Давайте вдумаемся в эти слова. Давайте не прочитаем их просто так. Смотрите. Почему Бог, Отец, любит Христа? Почему? Причина. В чем причина? А причина в том, говорит Иисус Христос, Отец меня любит. Это важная причина. Это важный источник любви Отца. В том, что я отдаю жизнь мою. В том, что я отдаю жизнь мою. Я уже сейчас прошел. Я сейчас отдаю жизнь мою. Дорогие друзья, но чтобы нам глубже понять, как Отец любит своего сына, давайте мы с вами сегодня порассуждаем, что значит «отдаю жизнь мою», что значит «полагаю жизнь мою», что это значит. И у меня в проповеди будет три части. Первая часть называется так. «Поражение пастыря». Я буду читать Исайя, 53 глава, 4 текст. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Пророк Исайя видит будущую картину, видит, в чем заключается смысл Божьего плана спасения и в чем открывается любовь Божия. Он говорит, когда мы смотрим на Христа, по факту он взял наши немощи, он взял наши преступления, он понес наши болезни, но когда мы посмотрели, как это произошло, то мы что поняли? Как мы поняли? Мы поняли, что это такое унижение. Мы поняли, что это такой позор, что это такое наказание, и это такое поражение, что так может сделать только Бог. Вы знаете, Бог всегда делает удивительное, Бог всегда делает невероятное, Бог всегда творит то, что человеческой фантазии недоступно. Человек не понимает. И человеческому разуму тем более никогда этого не одолеть. Бог взял своего сына и поразил его. И когда Исайя увидел эту картину, картину поражения Иисуса Христа, Он говорит, когда мы на это смотрим, то кажется, так не бывает. Настолько униженным Божий Сын не может быть. Настолько наказанным Божий Сын не может быть. Настолько пораженным и уязвленным Божий Сын не может быть. Представьте себе на месте Иисуса Христа своего сына. Вы что будете делать? Дорогие друзья, Представьте себе на месте свою дочь, на месте Иисуса Христа, насколько вы позволите кому-то поразить в такой степени своего ребенка. Человек не может. А Бог это сделал. И когда Христос говорит, я отдаю свою жизнь, я пастырь добрый, потому что я полагаю свою жизнь, мы можем подчеркнуть и углубиться в любовь Божию через то, насколько Бог поразил своего сына. Исайя, это же 53 глава, 10 текст. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Вы знаете, удивительно, невероятно. Бог отдает своего сына на уничижение, на срам, отдает своего сына на позор, Бог отдает своего сына на поражение, на такое наказание. Невероятно, ведь Бог такого не должен допустить для своего сына. А пророк Исайя говорит, а Богу было угодно поразить его. Вы знаете почему? Потому что самая главная черта, образа нашего Бога, самая главная сущность нашего Бога, это святость. Святость, это значит абсолютная, идеальная чистота. Святость, это значит недопущение никакой грязи, никакого греха. Святость, это значит заплатить нужно было за мои грехи так, чтобы Бога удовлетворить. А святость, мы как-то об этом рассуждали, это самая главная сущность Бога. Как на небо, как на небо к Богу можно допустить грешного человека? Как из человека извлечь все то, что в нем внутри? Как за это заплатить? Как удовлетворить Божий гнев? Как можно усмирить Божию ярость? И вы понимаете, что Бог с ярость своего гнева пролил на своего сына Иисуса Христа. И вот здесь пророк использует такие слова. Богу было угодно поразить его. Вот почему Бог так любит своего сына. Потому что его сын согласился на это поражение. Потому что его сын, он говорит, я сам отдаю жизнь мою, у меня ее никто не отнимает, я сам иду на это. И когда Отец Небесный смотрит на его сына, готова заплатить за всю нашу низость, за всю нашу мерзость, издевается любовь Божья к сыну, потому что Бог очень сильно любит человека. Бог человека для того и создал, чтобы человек был рядом с ним. Бог создал человека ради своей любви. Бог создал человека для того, чтобы ему иметь общение с человеком. Бог создал человека для того, чтобы ему расширить круг его детей. Бог создал человека, чтобы у него было большое, огромное, неисчислимое родство, как звезд небесных на небе, как песка у морей. Вот так Бог захотел, это было в Божьем плане. А это было невозможно сделать, чтобы не поразить своего сына. Невозможно было сделать нас из творения детьми Богу без этого процесса. Это был Божий план, который Господь задумал, чтобы нас из обыкновенного творения сделать своими приближенными, сделать своими детьми, которые могли бы быть в присутствии Божьем. 2 Коринфянам 5, 21. «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными для Бога». Представьте себе ваши грехи. Я представлю себе мои. Представьте себе грехи всех грешников на земле. Чем таким мощным, сверхмощным, сверхъестественным можно искупить и чем можно заплатить за все наши преступления? Как можно сделать так, чтобы пред лицом Бога я был чистым? Это невозможно. Это невероятно. Наш Господь Иисус Христос это сделал. Я только на некоторых моментах остановлюсь, дорогие друзья. Прочитаем Галатам 3, 13 текст. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано проклят всякий, висящий на древе». «Сделавшись за нас клятвою». Вы знаете, Он взял проклятие человечества на себя. Наказание, уничижение, позор, вину, все наши грехи, все наши беззакония Он взял на себя. Это еще не все. Он взял на себя наше проклятие. Его физические страдания были неимоверно тяжелыми. Порок Исаия об этом тоже пишет. Исаия 52 глава, 14 текст. «Как многие изумлялись, как многие изумлялись, смотря на тебя. Столько было безображен, паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Порок Исаия написал, все, что написано в Библии, это верно. Ни один человек никогда не был настолько безображен, как Иисус Христос. Хуже всякого человека. Когда Пилат выводил Иисуса Христа к народу, он думал, что эти люди жалятся. Он вывел Христа к народу и говорит, смотрите, это же человек. Это человек. Но грешных людей ничего не останавливало. Человечество очень и очень далеко зашло. Они очень ушли от Бога. И его любовь, и его святость, они терзали их изнутри. Они не могли смириться, у них не было душевного равновесия. Они разум потеряли. Обезумели. Нет, мало. То, что он не имеет, человеческого вида, мало. Распни его. Я еще раз прочитаю Исаии 53 глава, 10 текст. Только хочу обратить внимание на другие слова. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. А дальше написано, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Он узрит потомство долговечное, когда же душа его принесет жертву умилостивления. Вы понимаете? Богу нужно было истребить человечество. Перед своими страданиями Христос сказал, ныне суд миру сему. Этот суд Божий был излит на него. Яростный Божий суд на Иисуса Христа. И когда Христос страдал, дорогие друзья, умилостивлялось и умилостивлялось и более умилостивлялось лицо Божие по отношению грешников. На землю шла Божья милость. На землю с неба от Господа шло прощение. На землю шло усыновление, оправдание, искупление. Все Божьи обетования, вся Божья благодать издевалась на землю вместе с тем, как на земле разящее поражение принял на себя Иисус Христос. Чтобы Бог получил право на своем великом, вечном, справедливом суде оправдать нас кровью своего Сына. Поражу пастыря, и рассеются овцы. Вы знаете, когда смотрели ученики и все, кто шел за Христом на его страдания, Христос сказал, так написано, вы все усомнитесь, потому что поражу пастыря. Поражение было настолько страшным, что все разочаровались в Иисусе Христе. Все перестали Ему верить, любить некоторые не перестали, но верить Ему все перестали. Христос сказал, все усомнитесь обо мне. Почему? Потому что настолько яростным было Божье наказание и настолько глубоким было поражение, казалось, произошло то, что не должно было произойти. Я об этом говорил в прошлый раз, сейчас постараюсь коротко напомню. Христос же Божий Сын, Он не должен умирать, Он же Бог. Но для того, чтобы Он смог быть пораженным, чтобы Он смог быть уязвимым для смерти, Он стал Сыном Человеческим. Он стал Сыном Человеческим, прожил безгрешную жизнь здесь на земле, Он не должен умирать, потому что Он не грешник. Он не должен умирать, но Он берет на Себя грехи все наши и становится грехом. Владислав Васильевич это недавно объяснял. Вы знаете, наверное, неправильно говорить становится грешником, грешником, когда это твои грехи. А Он становится грехом, все грехи сконцентрированы на Нем. Но вообще-то Он источник жизни. Христос говорил про Себя, как Отец имеет жизнь в Себе Самом, так и Сыну дал иметь жизнь в Себе Самом. Он же источник жизни. Или помните, Петр в проповеди говорит, а начальника жизни убили. Что вы сделали? Начальника жизни убили. И чтобы поразить Иисуса Христа, третий аспект, первый, это становится Сыном Человеческим. Второе, становится грехом, берет проклятие наше на себя. Четвертое, Бог его оставляет. Источник жизни, Бог оставляет его. И Христос умирает. Мы себе до конца, дорогие друзья, не понимаем это поражение, которое из-за нас, из-за моего греха, понес Иисус Христос на Голгофе. А знаете, для чего? Чтобы стать нашим пастырем. Чтобы простить тех, которые в Него плевали. Чтобы простить тех, которые в Нем сомневались или сомневаются. Чтобы простить тех, которые смеются над Ним. Чтобы простить тех, которые идут на разные компромиссы, боясь проявить себя христианином и его детем. Он все это сделал для этого. Итак, дорогие друзья, первая часть поражения пастыря. Дальше. Иоанна 10 глава, 14 текст. Вторая часть называется «Добрый пастырь знает своих овец». «Я есть пастырь добрый и знаю моих и мои знают меня». Мы сегодня слышали проповедь «Господь пастырь мой». Те, которые христовы, они так говорят, «Он пастырь мой». Отношения переходят в очень личные отношения. Отношения с пастырем переходят в родственные отношения. Он пастырь мой. Вы понимаете, часто бывает так, мы говорим, читаем, слушаем проповеди, но мы не до конца осознаем «Он пастырь мой». Почему он способен быть моим пастырем? А потому что он меня очень хорошо знает. Он хорошо знает каждого. Он сейчас знает мысли всех нас, кто из нас что думает, кто сейчас что о нем думает или о себе думает. Он все знает. Он пастырь мой. Он знает твои склонности и наклонности. Он знает твои преткновения и знает твои падения. Он знает твои слабости и твои мании. что тебя очень сильно манит. Он знает твои проступки, он знает твои преступления, знает твои желания, знает твои претензии, знает твои фантазии. Он все знает. И очень важно, дорогие друзья, чтобы мы его тоже знали. Владислав Васильевич нам сегодня цитировал из 1 Петра. Возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. «Знайте своего пасты». Нам кажется, подчас мы знаем. И кажется, подчас мы даже хорошо знаем. Мы много читаем Священное Писание, мы внимательно слушаем проповеди. Вы знаете, Господь знает все, что нам надо. Но наша проблема в чем? Наша проблема в том, что мы заражены тем, чем заражены наши прародители. Когда Ева посмотрела на плод, и она подумала, «Не все Бог знает, что для меня лучше. Я выбираю сама и знаю, что мне лучше, и что мне потребно, и что мне надо». И многие люди так идут, впадают в грех, в разные заблуждения, уходят от Бога. Они думают, что там с грехом, с наслаждением им лучше. А потом убеждаются, в душе пустота, в душе грязь, в душе разочарование, в душе боль. Ощущают душой своей большую потерю. Бога потеряли, пастыря потеряли. Итак, третья часть. Мы овцы паства Его. Я прочитаю из 94-го псалма, прочитаю 6-7 тексты. «Придите, поклонимся и припадем. Приклоним колено наше пред лицом Господа Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послышали глаза Его». Друзья, я хочу, чтобы мы услышали голос псалмопевца. Я хочу, чтобы мы услышали голос нашего пастыря, который сегодня, может быть, кому-то из нас говорит, «О, если бы вы услышали». Вы понимаете? Но тогда, когда ты понимаешь, что Он твой пастырь, и когда ты понимаешь, какую цену Он заплатил за твое спасение, тогда ты начинаешь понимать Его любовь, и ты не можешь не откликнуться на Его любовь. И тебе становится больно. Больно за предательство, которое ты сделал по отношению к Нему. Больно за свои слабости. Больно за то, что ты думал где-то получить наслаждение, а получил разочарование. А этот добрый пастырь, он снова смотрит на тебя и говорит, «Может быть, ты сейчас мой голос услышишь?» «Может быть, ты еще способен слышать?» «Может быть, ты еще способен увидеть?» И увидеть правильно, и увидеть больше, и увидеть, как тебя Господь любит. Или не способен. Самое интересное, знаете, мы вот сегодня, ну так получилось, мы с братьями никак не могли договориться, мы не договаривались, и у нас всех проповедей как бы так на одну тему. Он печется о нас. Дорогие друзья, вот кто сегодня у нас здесь на служении, вы понимаете, если вы слышите, что говорит вам Господь, то вы поймите, это Он печется о вас. Если сегодня вашего сердца касается Господь, то вы поймите это и уразумеете. Это надо принять, потому что Он печется о нас. Я в заключение прочитаю еще один текст Священного Писания, это послание к евреям, 20-й текст. Интересный текст, очень глубокий, у нас сейчас нет времени на нем останавливаться, мы хотя бы так немного давайте в него вдумаемся. Смотрите. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа. Бог же мира, Бог, который стремится примирить вашу душу с собой, который стремится меня и вас примирить с собой. Бог, чтобы примирить, что нужно было сделать? Нужно было из мертвых воздвигнуть пастыря. Причина воскресения Христа, вы знаете, не для того, чтобы ему вернуться к своему отцу. А для чего? Для того, чтобы мы поверили в любовь Божию, поверили в любовь Иисуса Христа, приняли Его, как своим пастырем. Ему нужно было умереть. Он говорит, я отдаю жизнь свою, я полагаю душу свою. За что полагаю? За овец своих полагаю. И Богу было угодно. Это Божий план спасения. Чтобы мы с вами могли разуметь, что Он добрый пастырь, Он для нас так много сделал. Он сделал для нас невероятное, недоступное. Мы проповедуем, проповедуем сегодня. Вы думаете, мы много сказали? Мы совсем мало сказали о любви Божьей. Дорогие друзья, через смерть и воскресение Господь воздвиг нашего пастыря. Удивительно. Поразил до самого глубокого поражения. И воздвиг. Мы нуждаемся в пастыре. Если бы мы с вами могли изменить сами себя, не надо было бы приходить к Христу. Господь с неба видит, какие мы беспомощны. Мы сами ничего не можем сделать с собой. Он послал к нам пастыря. Дорогие друзья, чтобы мы с вами могли измениться. Мы нуждаемся в пастыре. Он нам необходим. Без него мы не дойдем. Он знает путь, как привести нас к Отцу. А о том, что Он путь, мы будем рассуждать в следующий раз. Потому что это тоже только Христос. Итак, только Христос, такой добрый пастырь. Христос.